ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЕСА Мы всегда очень радуемся успехам наших разведчиков и контрразведчиков, которые вот буквально недавно обезвредили еще одного ЦРУшника в парике, который пытался завербовать их коллегу. Сегодня подготовка кадров бойцов невидимого фронта поставлена у нас на широкую ногу. Вон, Академия Федеральной службы безопасности готовится сейчас как раз к приему очередного потока абитуриентов. Но основы этой современной школы большого государственного дела, возможно, лучшей школы в мире, заложил никто иной, как светлейший князь Александр Чернышев. С именем этого человека связано подмосковное имение Лыткарина, что находится к юго-востоку от столицы, куда мы сегодня в том числе и отправимся. Итак, сегодня в программе. Помимо Лыткаринского поместья нас ждет соседнее имение Петровское, где был похоронен первый русский Штирлиц. И где переплелись судьбы лучших фамилий страны – Милославских, Нарышкиных, Демидовых, Голицыных, Чернышевых, Морозовых. А начнем мы день с первых шагов по воде. Новый пока для нас экзотический вид спорта – вейкбординг. Вейкбординг на лыткаринском карьере. Я не устаю утверждать, что для путешествий по России подходит абсолютно любой автомобиль. У нас хватает и приличных дорог, наряду, конечно, с бездорожним. Хватает и заправок, и шиномонтажей, и сервисных станций. Так что новое Мазло 6, седан класса D, просторный, с емким багажником. В общем, в этой ситуации более чем актуален. Тем более, что речь идет о ближайшем Подмосковье. Однако, если вы думаете, что даже в 15, 20, 30 километрах от Москвы может не пригодиться энергоемкая подвеска и дорожный просвет в 16,5 сантиметров, вы заблуждаетесь. Попасть в Лыткарина можно двумя путями. Первый, не самый простой, но весьма эффективный. Из Москвы нужно выехать по Домодедовской трассе, затем повернуть на Молоково налево через мост, и дальше петляющей дорожкой через поселок имени Володарского приехать сюда, в Лыткарина, как бы с тыла. Вариант второй, который выбрали мы, просто так было удобнее, выехать из Москвы по Волгоградке, затем в районе Чкалово повернуть направо. Причем, заметьте, что Чкалово на самой трассе обозначено как населенный пункт, не требующий соблюдения ограничений скорости в 60. Вот когда вы повернетесь направо, начнется реальная Чкалово, только вот таблички начала населенного пункта не будет. Но это не значит, что можно нести свой весь опор, тем более, что чуть дальше начинается череда лежачих полицейских. Так что сбрасывайте скорость и примените это как данность. Тем более, что все равно разгоняться некуда. Еще несколько километров по весьма живописной, практически лесной дорожке, там у Лыткаринского шоссе, и с правой стороны вы увидите зеленую убудку. И вот здесь нужно повернуть направо, ибо начинаем наш день мы с физических упражнений на свежем воздухе. Так что мы едем по Лыткаринскому карьеру, через железнодорожный переезд и дальше по весьма ухабистой дороге. Но где легковые машины все-таки проезжают, если за рулем сидит человек, иногда включающий голову и умеющий снимать ногу с педали газа. Запас по дорожному просвету в сочетании с хорошей энергоемкой подвеской – это великая вещь. Вот мы и добрались до Лыткаринского карьера, который еще называют Волкушинским. Водоем сей, который для лыткаринцев и многих москвичей является таким суррогатом моря абсолютно искусственного происхождения. В 1935 году здесь началась разработка кварцевого песка – сырья стратегического, ибо идет он на производство высокоточной, очень чистой оптики, которая используется, например, в том числе и в прицелах. Один только этот лыткаринский или Волкушинский карьер давал 10% всего кварцевого песка, который использовался в Советском Союзе. Но к началу 70-х запасы этого ценного сырья исчерпались, и карьер закрыли. Потихоньку он стал наполняться водой. Так и получилось искусственное озеро, куда сегодня приезжают сотни, может быть, даже тысячи человек. Не только лежать на песке, греть пузо и купаться, но и кататься. Сегодня это подмосковное мекко очень модного вида спорта – вейкбординг. Вейкбординг появился в 90-е. Это некий экстракт из водных лыж, сноуборда, скейта и серфинга. С начала 2000-х проводятся чемпионаты мира и первенства России по этой акробатике на воде. Двигаясь на широкой доске на скорости от 20 до 60 км в час, спортсмен, то есть райтер, способен выполнить трюки из репертуара сноубордистов, кайтсерферов и скейтбордистов. Вейкборд для меня штука абсолютно новая. Начинаю для себя эту историю с чистого листа. И если для вас тоже впервые вновь, то, во-первых, не надо бояться. Во-вторых, вы можете взять всю амуницию и оборудование на месте в прокат за очень льготные деньги, всего за 200 рублей. Ну и курс молодого бойца, естественно, тоже к вашим услугам. Сейчас мне придет его Роман. Приветствую, Роман. Здравствуйте. Роман, я вот посмотрел, как катаются ребята, и не вижу принципиального отличия, скажем, от водных лыж. Только вместо двух лыж одна доска и все. Да, это дисциплина. Она, скорее всего, пришла к нам от сноуборда, ее перенесли на воду. Также существует две дисциплины – катерная и кабельная. Ну, у нас, я понимаю, кабельная, потому что лебедка, да? Да, в нашем случае это кабельная версия. С какой скоростью движется лебедка? 30 км в час это... Ну, для воды это очень серьезная скорость, сравнимо с 60 км на суше, и удар об воду на такой скорости может действительно повлечь весьма печальные последствия. Да, если к этому относиться профессионально и выполнять сложные трюки, то травмы существуют, и без них как бы никуда. Ну, надеемся, сегодня у нас будут первые шаги, и обойдемся без тяжелых последствий. Но защитной амуницией нельзя пренебрегать даже на первых занятиях, где речь не идет ни о какой акробатике. Сначала надо просто научиться стоять, держаться на доске. Вот, как только пошла тяга, немножко сидим и едем как бы шваброй. Емкий и профессиональный инструктаж приводит к тому, что человек встает на доску уже во время первого проезда. Другой вопрос, как долго он может удержаться. Это зависит от того, насколько прилив адреналина позволяет сохранить трезвый рассудок и помнить о том, что руки должны быть прямые, ноги чуть согнуты в коленях, тело прямое, основная нагрузка приходится на ту ногу, что стоит сзади, а в падении нет ничего страшного. Нужно просто вовремя перевернуться на спину и ждать, пока инструктор по лебедке потащит к вам планку. Мне кажется, что лучше всего у меня получилось плавать на спине с доской на ногах. Это абсолютно новый вид спорта. Но, по-моему, и на доске тоже проплыть какое-то расстояние получилось. Что для первого раза, наверное, даже удивительно. Ну а теперь, используя 16-сантиметровый дорожный просвет Mazda 6, есть пора выбираться с песчаных берегов Латкаринского карьера в сторону самого города, где на задворках одной из улиц притаилась усадьба Чернышевых. Без навигатора найти вам поместье Латкарина, усадьбу Латкарина, будет проблематично. Ее точный адрес улица Коммунистическая, дом 10, но на самой Коммунистической улице ничего похожего на усадьбу нет. Поэтому пользуйтесь либо штатным навигатором, как мы, все-таки Mazda комплектуется том-томом, либо берите с собой переносной навигатор. Либо, как третий вариант, внимательно смотрите, запоминайте карту. Ну вот он, искомый адрес улицы Коммунистической, дом 10, хотя ни с Коммунистической улицей это место ничего общего не имеет, ни, в общем, с коммунистическим прошлым. Вообще, латкаринцам можно только позавидовать, что в таком небольшом городке есть настоящий оазис, полноценный памятник архитектуры с частью сохранившегося усадебного парка. Имение Латкарина сегодня принадлежит местному краеведческому музею, закрытому на реконструкцию с 2006 года. Включает в себя частью усадебного парка, главный дом и здание людской. Открытие музея планируется в 2016. Имение Латкарина известно с 15 века. Оно принадлежало чудовому монастырю на протяжении 300 лет, до времен правления Петра I. Усадьба Латкарина приглянулась дядьке, или, говоря современным языком, наставнику Петра I Никите Зотову. И он попросил у государя разрешение купить эти земли. Однако Петр принял решение попросту подарить Латкарина своему учителю. И это поместье затем переходило от Зотова к Зотову, от Зотовой к Зотовой и принадлежало этой семье вплоть до 1917 года. Однако памятник, стоящий в центре того, что осталось от усадебного парка, отнюдь не Зотовым, а Александру Ивановичу Чернышову. Светлейший князь Александр Иванович был супругом прапраправнички Никиты Зотова Елизаветы. Так что вот это все досталось ему, собственно, через брак. Но достоин был этот человек гораздо большего, чем сие скромные наделы. Светлейший князь Александр Иванович был не только героем Отечественной войны 1812 года, но и, по сути, основателем русской разведки, первым русским шпионом. Звезда Александра Чернышова взошла, когда юноша шел только 15-й год. На коронационном балу императора Александра I он оказался рядом с монархом и смог поразить того своей наблюдательностью и смелостью суждений. Поэтому, когда возникла необходимость в ловком гонце между двумя императорами, Александром и Наполеоном, эта вакансия была предложена сметливому юноше. Забавно, но при дворе Бонапарта Чернышов стал фаворитом тоже благодаря балу. Однажды во время императорских торжеств в бальном зале произошел пожар. И именно русский офицер смог организовать эвакуацию обезумевшей от паники публики. С тех пор ему благоволила и семья французского императора, и Наполеон лично. Даже в самые тяжелые периоды русско-французских отношений он всегда был желанным гостем при дворе французского императора. Чем пользовались оба монарха для обмена информацией, для переписки, проще говоря. Однако, бывая и во Франции, и в Испании, где тогда французы-хозяйничай, но им приходилось непросто, Чернышов внимательно наблюдал за передислокацией французских войск, за видами новых вооружений. А еще он умудрился завербовать французского военного аналитика Мишеля, который раз в 15 дней составлял для Наполеона справку о состоянии французской армии. И точно такой же документ передавался Чернышову. То есть Чернышов был осведомлен в состоянии дел во французском военном ведомстве, точно так же, как и сам император. Эта осведомленность, кстати, позволила Чернышову практически точно назвать и дату вторжения Наполеона в Россию, и направление главного удара. Однако сказать, что Чернышов был просто медиумом, неким передатчиком информации, было бы неверно. Безусловно, он тоже был весьма талантливым военным. Не зря он провел 25 лет на посту министра обороны России, причем совмещая продолжительное время ту должность со статусом председателя госсовета. Граф Чернышов скончался в 1857 году. Умер он не на родине, умер он в Италии. И его супруга Елизавета перевезла прах в Россию. И захоронить она его решила в соседнем имении Петровское, которое тоже прикупило, чтобы соединить вместе с имением Плоткай. Вот именно в Петровское сейчас мы и направляемся. Все очень просто. Выезжаем направо от имения Латкарина на улицу Колхозная и едем все время по главной дороге, пока не увидим вдали две церкви. Сначала покажется белая, а потом красная. Владельцам автомобилей на низкопрофильной резине советуем быть крайне осторожными, потому что асфальт здесь, в этой части Латкарина, оставляет желать много лучшего. Есть яма с острыми краями, в которые можно разбаркировать колеса даже на более чем разумной скорости. Первые письменные упоминания об усадьбе Петровской относятся к 1521 году. Она принадлежала в разное время Милославским, Нарышкиным, Демидовым, Голицыным, Борятинским. Сохранился перестроенный главный усадебный дом, Никольская и Петропавловская церкви. К сожалению, могила князя Чернышева была разорена. Лишь только относительно недавно удалось установить по новой место захоронения. Вот здесь, в подклете Петропавловской церкви Петровского, и лежали останки светлейшего князя. О чем, кстати, свидетельствует восстановленная мемориальная табличка. Табличка с эпитафией. Текст точно повторяет тот, что был оставлен супругой великого князя Елизаветы, разве что без ядей. Ну, а что касается самой церкви, то она была поставлена раньше при предыдущих хозяевах имения Петровского. При Демидовых. И это отдельная история. Петровская много раз переходила из рук в руки. Очередным хозяином в 1798 году стал правнук основателя горной отрасли на Урале и тоже горнозаводчик Александр Григорьевич Демидов. Петропавловская церковь – дело его рук и сына Григория. Но кроме Демидовых и Чернышевых у Петровского еще хватало владельцев. И первыми из них были Милославские. Тот самый Боярин Милославский, который был сподвижником царевны Софьи в борьбе за государственную власть. Именно при них была поставлена вот эта белая Никольская церковь. После Чернышевых имением владел купец первой гильдии Шалопутин. Человек, который умудрился даже побывать на должности московского городского головы, наверное, в самые страшные для Москвы 19 века годы. С 1811 по 1813. Как раз тогда, когда Москва вся сгорела дотла. И еще один купец владел Петровским. После Шалопутина купец третьей гильдии Ферсанов. Этот человек известен тем, что владел знаменитыми московскими сундунами. Ну, а последними жителями Петровского в дореволюционный период были Морозовы. Вернее, семья Ивана Викуловича Морозова, правнука Савы. Причем Морозовы были именно жителями, а не собственниками. Они арендовали усадьбу, собственно, у хозяев, у Борятинских. Уж больно красивый был дом. То, что вы видите за моей спиной, не имеет ничего общего с тем, чем восхищались Морозовы. Уникальный второй деревянный этаж этого здания сравнивали с Кусковым, с Останкиным. Но, увы, в 30-м году 20 века уже случился пожар. И после этого был отстроен вот этот вот оляпистый новодел. И если бы даже дом не был такой неземной красоты, я все равно прекрасно понимаю Морозовых, потому что вот она, красота неземная, вокруг. Впрочем, была вокруг, а сейчас город уже наступает. И спешите приехать в Лыткарино, пока он не сомкнул свои бетонные объятия, пока есть куда бросить взор, чтобы он не упирался в зеркальные стены. А посему напомним вам, как попасть в Лыткарино. Это, поверьте, просто. Самая быстрая дорога ведет по обустроенному Волгоградскому шоссе. Перед мостом в районе Чкалово нужно повернуть направо на Лыткаринское шоссе, по которому вы попадете и к карьеру, и в сам город. И проселок от шоссе к карьеру, и асфальт на улицах Лыткарина удивляют своей разбитостью. Такое качество дорожного покрытия уже и в глубинке нечасто встретишь. Так что ехать нужно медленно, аккуратно. Берегите колеса и подвеску, и тогда удовольствие от выходных на колесах вам гарантировано. Дорога проезжа для любого автомобиля. Короткой вышла наша поездка, но, с другой стороны, это то, о чем многие из вас просят. Маршрут одного выходного дня. Уж очень не хочется стоять в воскресенье вечером в пробках на въезд в столицу. А так обернулся за одну субботу. Другое дело, что даже и километраж не намотали, и устать не успели. Не пришлось проверить в действии, например, систему Маздовскую, которая предупреждает о несанкционированном перестроении и сама возвращает автомобиль в нужный ряд, если вы не включаете сигнал поворота. Машина думает, что вы устали, и, отслеживая дорожную разметку, пытается удерживать автомобиль в заданной полосе. Полезный девайс, согласитесь, для тех, кто не любит отдыхать во время дальней дороги. Ну а нас уже начинает поглощать, окутывать в суетливый трафик московских предместьей. Ничего, рабочая неделя пролетит быстро, и настанут новые выходные, которые мы проведем, как и эти, на колесах. Продолжение следует...